ПАВЕЛ ТАНИН На днях, как известно, в Якутске ввели станцию ГРЭС-2. Ждали ввода этого объекта очень давно. И население республики интересуется, произойдет ли изменение по тарифам, по теплу и электроэнергии в связи с вводом нового объекта. Если изменится, то как сильно? Если нет, то нет. ПАВЕЛ ТАНИН 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 У нас в плату за технологическое присоединение включается, если это к электрическим сетям, то включаются только затраты на новое строительство, то есть от существующих сетей до объекта. При этом у нас есть льготные категории, которые тоже платят льготный тариф, это 550 рублей, и эти льготные потребители до 150 тоже у нас платят сегодня только ставку С1, то есть у нас есть выдача бумажки и есть затраты на строительно-монтажные работы, то есть на сами мероприятия для подключения этого объекта. Вот по энергетике у нас вкладывается только выдача бумажки, плюс затраты от точки присоединения до объекта. Что касается инженерных остальных сетей, это тепло, вода, канализация, газ, то у нас если нет пропускной способности, то могут включаться затраты на увеличение этой пропускной способности. Точно так же включаются затраты на выдачу этой бумажки. То есть получается человек, присоединяя, допустим, свой участок, я так понимаю, к какому-то большому газопроводу, то есть он оплачивает только проведение трубы, грубо говоря, от газопровода до своего участка? Ну, если это маленькая нагрузка, если вы физическое лицо или юридическое лицо, если вы физическое лицо до 5 метров кубических час, или вы юридическое лицо до 15 метров, если вы газ как юридическое лицо используете для коммерческой цели, то если у вас присоединяется до 200 метров по прямой, то вы платите льготный тариф. Вы платите 50 тысяч рублей. Точно так же физическое лицо. И туда, естественно, включаются затраты только строительства газопроводов-вводов. Если же у вас идет выше этого либо расстояния, либо нагрузки, то могут включаться затраты, если нет пропускной способности, то могут включаться затраты и на увеличение пропускной способности. Мы затронули тему, опять же, юридических лиц, то есть по большей части это субъекты бизнеса бывают. Какие-то меры по поддержке в этой сфере принимаются по подключению для малого-среднего бизнеса? Частично я уже упоминала сегодня о том, что у нас есть льготная категория. Это все заявители по электроэнергии до 15 и до 150 киловатт. При этом до 15 киловатт, если это присоединение в рамках в селе, это 500 метров в городе, это 300 метров опять по прямой, то платит 550 рублей. Если заявители до 150 киловатт, то у нас сегодня произошли изменения. Если до 1 октября текущего года затраты на капитальные вложения предприниматель платил 50%, то с 1 октября затраты на капитальные вложения он не платит, то есть там ноль. То есть можно сделать, если у нас заявитель, например, присоединяется с мощностью 150 киловатт, если он раньше до 1 октября платил полтора миллиона, то сейчас он будет платить 31 тысячу. То есть это значительно? Это значительно, да. Такая же льготная категория у нас есть и в других областях. То есть в тепле, если присоединяется до 0,1 гикки, ну чтобы вы понимали, что такое 0,1 гикка, это примерно двухэтажный дом, то там, вне зависимости от расстояния, только в радиусе эффективного использования, все потребители, в том числе и предприниматели, платят 550 рублей. По газу я уже объясняла, то есть у нас тоже есть льготная категория, и если это до 15 метров кубических час, то у нас 50 тысяч в радиусе 200 метров. Вот, Марина Владимировна, наверное, тоже интересный вопрос о грядущем. Какие-то изменения в области технологического подключения в следующем году ожидаются ли? Да, у нас ожидаются изменения по электроэнергии. У нас сегодня ставка S1, так называемая, она у нас идет рубль за киловатт. Это вот те предприниматели, которые с нулевой ставкой за капитальные вложения, они сейчас платят на мощность, в зависимости от мощности. То есть, если у них, предположим, мощность 15 киловатт, то они платят 4 тысячи. Если мощность 150 киловатт, то они платят 31 тысячу, как я уже говорила. Сейчас, с 1 января 2018 года, эта ставка S1, она будет фиксированная на одно присоединение, независимо от мощности. Сколько она будет стоить, я сейчас пока сказать не могу. Мы сейчас проводим аналитику и проводим расчеты. Мы это должны утвердить до 31 декабря текущего года. Но то, что будут платить за одно присоединение, это 100%. То есть, не будет зависеть от мощности. То есть, неважно, какую энергию я получаю, я просто фиксированный. Да, то есть, все будут уравнены, либо это будет маленькая присоединенная мощность, либо это большая мощность. Это будет в зависимости от этого. То есть, платить одну ставку за одно присоединение. Ну и такое, буквально, пару слов. Конечно, мы сейчас говорили, что с 1,5 миллионов до 31 тысячи снизилось подключение. Но есть ли какие-то системы рассрочек, буквально пару слов? Есть система рассрочек. У нас сегодня, что по энергетике, что по теплу, что по воде, первый платеж идет 15%. А все остальное платится потом. Расрочка есть, мы это услышали. К сожалению, эфирное время наше не ограничено. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Марина Лыкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова